Приветствую всех! 2368 сборка. Новый игровой системный блок. Поймали мы сегодня две видеокарты RX 5500 XT. И вот на них собрались системники. Очень редкие видеокарты сейчас. Хорошая мощная видеокарта. Уровень GTX 1660. При этом на DDR6 памяти на 4 ГБ. В данном случае сапфер пульс. И, кстати говоря, вентиляторы такие же, как на Nitro. Быстросъемы на одном болтике. Так что эти знаменитые неубиваемые. Системник построен на базе процессора AMD Ryzen 5 2600. Вот такой золотой стандарт Ryzen. 6 ядер, 12 потоков. Базовая частота 3,4 ГГц. И до 3,9 ГБ. Трубогусть он сам разгоняется. Райзена гнать самому довольно-таки проблематично. Приходится повышать напряжение ядра. Да и гонятся они не прям вот как интеловский процессор. Поэтому в данном случае лучше всего удовольствоваться родными частотами. Ну а родная частота здесь не самая маленькая. Плюс есть тут этот турбобуст. 6 ядер, 12 потоков. 3 ядра на одном блоке, 3 ядра на другом блоке. И эти блоки посредством своей внутренней шины взаимодействуют. Плюс есть Hyper Freeding, который нам добавляет эти потоки. Две планки памяти на плате. Память работает в двухканальном режиме. Частота памяти 2666 МГц. Фирма KingMax. Ну и A320 чипсет спокойно может разгонять оперативную память. В отличие от бюджетных интеловских чипсетов. Плата у нас, кстати говоря, Asrock A327HDV. Система HDV имеет разъем Ultra M.2. В этот разъем можно воткнуть как SSD накопители с интерфейсом NVMe, так и с интерфейсом SATA. И вот с SATA интерфейсом стоит SSD накопитель на 500 гигабайт. Фирма у нас Hewlett-Packard. Теперь и они добрались до SSD накопителей. S700. Ну, надеюсь, что это довольно-таки надежные накопители. Фирма располагает. Процессор не горячий. Стоит здесь Deep Cool H Mini. На двух тепловых трубках, наверное, самый идеальный вентилятор. Кулер на процессоре. Бесшумный. И спокойно будет его охлаждать. Ну и плюс для охлаждения у нас здесь стоит вентилятор на выдуве у корпуса. Будет лишнее тепло выдувать. Видеокарта Sapphire Radeon RX 5500 XT. Это DR6 памяти. Довольно-таки массивная здесь система охлаждения. Эти видеокарты греются явно меньше, чем RX 470-570. За счет нового поколения есть даже металлический бэкплей. Восьмипиновая колодка до питания. Вот такая тихая, добротная видеокарта. Видеокарта. Ну а блок питания здесь запасом. Стоит на 600 ватт Каугар. СТЕ-600. Для такой системы более чем достаточно. Ну и корпус здесь Z-Gaming MS-3. Вот с такой вот крышкой. Стеклянная крышка с такими шарнирами. И вот так вот по-благородному на магнитике она закрывается. Ну помимо Z-Gaming, по-моему, ни у кого подобного ничего нет. Очень продуманный корпус. Из-за того, что сверху он прозрачен для воздуха. Есть разъем из B2.0 и 3.0. Выходы на наушники. Черное исполнение корпуса. Ну а в такой корпус даже можно поставить систему водяного охлаждения. Расстояние все здесь есть. Соблюдены. Ну один из любимых моих корпусов. Micro ATX корпус. Получается неплохие машинки. Да и корпуса недорогие. На закаленном стекле. Ну а по цене. Системник вышел у нас 56100 рублей. Хороший, добротный. Игровой системник. Ну и на сегодня даже можно назвать недорогим. На очень редкой на сегодня видеокарте собран. 5500 XT. Ну и ценник, допустим, в стилинке подобная видюха еще стоит 49 тысяч рублей. Единственное, что за 49 они просто не продаются. Ну вот поймали две видюшки. Так что вот есть такие системники. Кажется. Ну вот поймали. Продолжение следует...